Привет, ребята, это опять я. Вмешиваюсь в вашу частную жизнь с своими проблемами. Ходите, я вам приколюсь? Приколю, какие халабуды у нас в Италии сдаются в аренду для жилья. Вон там, посмотрите, какой вид. Ну там, конечно, какая-то чёрная чудо-юда всё портит. Хоть солнышка сегодня нет. Сейчас я вам покажу отдельный дом, окружённый зеленью. На одном уровне, то есть одноэтажный, то есть в нём будет даже, может быть, три комнаты. Скорее всего, кухня, совмещенная с гостиной. Ну, коридоры. Коридоры в Италии такие тупые, в них вот на велосипеде можно кататься. Зачем делать такие огромные коридоры? Не надо, в нём нет никакой практичности. Вот, сейчас я всё подойду, потому что мне нужен нужный ракурс. А потом я скажу, сколько же и верно эта халабуда будет стоить в месяц без щитов, без воды, без газа. Вот оно. Вот оно. Вот это вот чудо у нас сдаётся. Вот это вот. Причём сдаётся оно, наверное, уже лет двадцать. Вот как двадцать лет я его первый раз увидела, вот в таком же состоянии, вот с этим же мусором там под забором. То есть оно так же и стоит. А сзади автострада скоростная, то есть там поток грузовиков целый день вообще не останавливает. Ну, сейчас мало народу, потому что у нас тут пандемия какая-то. Вот. В общем, вот это вот чудо, да, вот это вот. Он там ещё и сарайшко какой-то там, да-да-да, или гараж, там хер знает, там, не знаю, там людей можно убивать, их там на куски резать. Их в жизни никто не найдёт. Короче, вот это вот чудо. Только не пугайтесь, она стоит примерно шестьсот евро в месяц. Это, а, там ещё даже сигнализация есть. Примерно шестьсот евро в месяц стоит вот это вот, вот это вот. Перед автострадой тут другая дорога, тут какие-то ободранные постеры. Тут, тут вот просто пешком, короче, не пройдёшь, ты там ноги оставишь вообще. Вот, да. То есть, то есть, это, это тут, говорят, то есть, это зона, ну, где полный ноль. И вот тут вот стоит ОНО, и ОНО сдаётся за шестьсот евро в месяц. Плюс, плюс. Сомневаюсь, что там есть газ, то есть, тот газ, который в городе. Тут, если ты вот включил себе батарейку, да, и грейся, вот. То есть, тут проблемы совершенно другие. Там, скорее всего, под землю зарыт такой огромный баллон, вон там грузовики ездят. То есть, вот жить вот в этом вот за шестьсот евро, а у тебя грузовики на голове будут ездить 24 часа в сутки. То есть, там, скорее всего, закопан баллон такой огромный, там, литров, ну, не знаю, там, по-моему, восемьсот, что ли. И когда, в общем, машина в зоне, которая развозит газ, она к тебе заедет. То есть, если машина не в зоне, а у тебя закончился газ, это никого не волнует вообще совершенно. Ты можешь хоть подохнуть с холодом. Её нету, нету. Мы же жили в таком доме, я знаю. Ну, вода, да. То есть, в общем, примерно. Если холодно, так как я живу в таком месте, который зажат между горами и морем, то зимой тут довольно-таки паршиво, очень сыро, ужасно. Холодно, тут может 3-4 месяца идти дождь вообще не прекращаясь. Летом это лютая жара, потому что тут всё-таки близко к югу, тут может быть 4 месяца. Просто температура под 40, а иногда и на 40. То есть, летом это надо будет постоянно, чтобы был кондиционер, потому что стену там и там на и палок. И, в общем, летом нужен кондиционер. Зимой это придётся, в общем, звонить эту машину, вызванивать эту машину, смотреть, где её там, короче, мотает. И всё, чтобы она приехала. Вот это вот, вот это вот, вот 600 евро вот в такой вот местности. И надо будет ждать, пока тебе, в общем, привезут газ, и надо будет полный баллон заряжать. Это выяснится в 1000 евро, которые улетят просто, ну, если даже экономно расходовать зимой, они улетят за 2 месяца. А газ это же не только обогревание, это ещё и горячая вода, понимаете? Это же ещё и готовка, плитка там, если есть. Или вообще, наверное, за баллоном куда-то мотаться. Вот. Ну, в общем. А, о, зато тут магазинчик, где есть вино. О, вообще, так не так всё плохо. Вот. Вот так вот. В общем, это жильё, ну, это вот для людей, которые, скажем так, не сведущие. А тут, наверное, прилаяется, нет? Потому что 600 евро, что-то для одной этой халабуды мало. Вот это, наверное, в комплект идёт отдельно. Это, наверное, типа садовый домик, нет? Я не знаю. Вот так. Это... Ой, боже мой, там собака. Она собирается через дорогу, и я сейчас машину собью. Ну, что это такое? Ну, убегай оттуда. И, в общем, эти вот домишки, да, кто их обычно берёт? Вот их обычно берут... Их обычно берут семьи из Румынии, семьи из Болгарии, семьи из Боснии, Герцеговины. Ну, в общем, такие люди, которым... У себя дома уже просто, скажем так, делать им нечего. Потому что, если им было бы делать, они бы сидели там. А они вот как-то вот... Ну, нравится людям. Ну, Италия страна хорошая. Вот они сюда ломятся. Целыми, причём, семьями. Им там по 18 лет, у них уже 5 детей. Вот они обычно... И они работают на полях. Их там по 10-15 человек. Там мама, папа, бабушка, дедушка. Там 13 детей уже у них. И, в общем, они заселяются в такие квартиры. В такие вот проблемные дома. Они их даже отремонтируют. Вот с то, что... Вот можно много чего сказать о таких людях. Ну, вот с то, что... А живут они, когда заселяются в дом, они в очень хороших условиях создают. Очень. Они всё утепляют. Они ходят буквально там по каким-то парохолкам, по помойкам. Собирают какую-то мебель. Они её просто... Они её делают красивее, чем когда она была новая. То есть у них руки золотые просто. Ну, вот проблема. Они поживут в этом домике. Ну, места, может, 3-4. Ну, и будут, конечно, регулярно платить. А потом, ну, как бы, скажем так, ну, пойми, времена трудные, кризис. Ну, в этот месяц мы тебе заплатить не можем. Зато следующий мы отдадим за 2. И так вот начинает продолжаться. И есть в этом деле одна фишечка, в общем. Если в семье есть несовершеннолетние дети, то есть очень трудно вот выселить такую проблемную семью, которая тебе не платит аренду. Очень. На это могут идти года, год-полтора. То есть там просто люди уже, уже как-то это пошло на спад, потому что люди всё-таки за последний год разъехались. А до этого это была ситуация, что просто люди, мужики, здоровые мужики, да, они просто брали дубовик и тупо ходили вот их вот оттуда выкидывали. Ну, потому что от них спасения не было никакого, а они, ну, просто вот сели и, да, времена тяжёлые. Ну, тогда, извини меня, как-то вот сворачивайся, там, сваливай, там, уезжай домой, у тебя там мама, папа, всё отлично, там, дом, хозяйство. Ну, зачем сидеть вот тут, вот, какой-то, я не знаю, червь, не платить за дом, там, рисковать, что тебя выгонят. Ну, вот это вот история вот этих вот халабуд. Или попадаются какие-нибудь дурачки, которые, вот, я, например, там, ну, ладно, я не буду там называть никакие странные, но есть такие люди, и уже нет, друзья тоже среди таких есть. В общем, они приезжают чисто побухать в августе две недели, вот просто вот побухать и всё. Им больше ничего не надо, им не надо музей, не надо море, не надо шоппинг, не надо общение. Вот им надо просто тупо залиться. Вот этот вот домик, да, в августе им дадут где-то за 1800 евро. Вот ту вот ерунду. Там, наверное, стулья там такие, там, с одной ножки там все отломаны, там диван там такой продавленный. То есть, если бы этот диван мог бы разговаривать, он бы такого рассказал. Вот. Ну, в общем, и вот люди, не зная броду, не лезя в воду. Вот люди не знают броду, сдают, а другие не сдают броду, и вот такое вот снимают. То есть, я не знаю, зачем я записываю это видео, просто меня тут попросили. Вот так вот, это история недвижимости в Италии. Всем пока! Привет, ребят! А теперь я вам покажу, в чем в Италии опасно. В чем заключается опасность, если люди ищут себе, например, за границей там. То есть, кто не знает зоны, кто тут не был, какие тут могут быть приключения. В общем, если кто-то ищет гостиницы на букинге и посмотрит, нравится, да, и приличные номера, и бассейничек вроде, и хороший ресторан, и само здание. В общем, обратите внимание, да, вот вообще обратите внимание вот на все вот это, где я сейчас нахожусь, да. Вот опять же. А, это, кстати, в 300 метрах от той Халабуды, которая здесь, в 300 метрах, не больше. Вон там автострада, вот тут заправка. Сейчас-сейчас, мне надо найти правильный ракурс, потому что мне надо и показать вообще красиво. В общем, люди смотрят, собираются в отпуск в Италию, ну, заходят там на сайте, там, где все это. И видят, приятное здание, в общем, нравится, и цена как бы устраивает, в общем, все отлично. Давай-ка мы там возьмем номер, дней на 10 поддохнем в Италии. Написано, что тут буквально километр до моря, то есть даже можно будет пешком дойти, не надо будет брать ни машину, ни автобус. Ну, так вот, обратили внимание, да, вот здесь, где я нахожусь, да, вот тут какие-то канавы, полные мусора, тут какие-то, как крепейник, вообще непонятно что. То есть какая-то, я даже не знаю, что это такое вообще. И вот, в общем, люди смотрят и берут на 10 дней номер в этой гостинице. Вот, вот это оно, да, вот это вот то, что снаружи, да, вот это вас ждет. А вот это вот гостиница, четырехзвездочная гостиница. То есть там есть вот это вот, что ездить мимо этих четырехзвездочных гостей. Опять же, там сзади скоростная автострада, по которой поток грузовиков не прекращается ни днем, ни ночью. А вот это вот четырехзвездочная гостиница. Вот в зарослях, там очень хорошо сделано, вот тут вот такой кованый забор, очень приятно. То есть на глаз очень приятно, да, то есть если вот так ты ее сфотографируешь и выложишь на букинг, да, без машин там, без там, я не знаю, собак бродячих. Очень уже приятно, ну вот, разочаровывает то, что снаружи этой гостиницы. Там даже бассейн маленький есть, он, ну, он так, по колено примерно, но факт в том, что он есть, присутствует. То есть уже как бы не теряет очки из-за этого гостиница. Вот она, да, и насчет полкилометра до моря, да, действительно, ну, километра может быть, да, действительно. Но вам придется до моря, да, вот переться вот по такому вот выжженному лунному пейзажу. И сейчас апрель месяц, а летом тут бывает и за 50 градусов жары. То есть вот все вот это вот будет выжжено, тут не будет ни кустов, ничего вообще, тут будет пустыня. И вы вот по этой дороге, представьте себе, два раза в день, даже не... А, ну, если вы будете кушать тут в ресторане, вон, в ресторане, видимо, очень приятно, все сделано, очень солидно. Вот если, конечно, не брать его внимание, вот это вот, о, мусорники стоят, нормально. В общем, если вы будете кушать в ресторане, то, скажем, может быть, отсрочите солнечный удар там на несколько дней. Но если вы будете ходить куда-то в город, в город, тут до города, до центра города, большого, более или менее, где что-то есть, какая-то движуха, там, какая-то жизнь, отсюда километров 10. Общественный транспорт есть. Ну, кто был в Италии, знает, какие им тут проблемы. То есть он как бы есть, но его, может быть, как бы и не быть, понимаете? Он должен приехать, но он как же был, может, и не приехать. Да, билет там стоит какие-то там евро 20, ну, может быть, летом будет евро 30. Ну, так вот, вот это то, что вас ждет по дороге к морю. Вот так. То есть это будет в день километр туда, километр обратно. Вот в тапках там, вот в панамках, там вот если у вас детки, там вот надо будет все с собой таскать, там вот эти ведерочки, совочки, надувных там крокодилов, короче, надо будет. То есть если у этой гостиницы есть свой частный пляж, то, можно сказать, вам очень повезло. А то вам придется таскать на горбе лежаки и там сидушки, потому что песок это просто как раскаленная лава, то на нем пятой точкой приземлиться нельзя. То есть она как бекон там просто прожарится и все. Вот так. Так что представьте, два раза в день это будет туда-обратно, это на пляж вот переться, ну, магазин какой-то, переться вот по этой дороге по 50 градусной жаре. Пожрать тут, вот, вот тут вот пожрать. Так, чтобы в радиусе где-то километра. Мне тут реально ничего. Вообще ничего нету. Вообще ничего. Да тут разруха полнейшая. Вон там въезд на автостраду тоже там постоянно какие-то аварии, там погони, полиция там за кем-то гонится. Тут какие-то стройки, там помойки, хорошо. Вот так. Вот почему я это говорю. И при этом настаивая, что в Италии отдых может стоить дешевле Турции. Потому что не надо заходить на букинги. Там всегда вот такая вот ерунда вас ждет. То есть там у меня, у меня тут тоже были такие истории. Мы были в Неаполе. Мы выбирали комнату долго и упорно. Но как всегда мы туда приехали и конкретно обломались, потому что там была комната примерно в полтора квадратных метра. То есть мы спали просто какой-то в позиции эмбриона. Вот, вот. Да, вот отсюда, да, вот отсюда. Вот сейчас грузовик пойдет. Вот отсюда, да, вот хороший вид все это открывается. Вот. Надо искать по своим каналам. Ну тут вообще даже это просто одно комнате, это даже без слов. А вот это город, где стоит четырехзвездочная гостинь. Это все ерунда. Тут рядом есть еще пятизвездочная гостинь, но я тут даже идти боюсь. Меня там буки разорвут. Вот так. Поэтому, если хотите сэкономить деньги, хорошо отдохнуть, не поселиться вот в таком вот чуде, да, ищите, старайтесь искать по своим каналам. Ищите русских. Их тут, ну, как собак нередяных просто. Они помогут. Они могут помочь жильем. Они подскажут, где вкусно и недорого покушать. Они подскажут, куда лучше ходить, что-то покупать. Потому что в Outlet я только что была. Ну, ну просто у меня... У меня последние волосы, короче, выпали от того, что я там увидела. Да, пандемия, да. Проблемы, ну, опускаться до такого уровня, вот до такого, да. И ставить тут четырехзвездочную гостиницу, ну, это просто нереально. Так что с бухты барахты. Не надо собираться. А отдохнуть тут можно действительно очень хорошо. Всем пока.